Наталья Царикевич, информационное агентство «Минская правда». Уважаемый Александр Григорьевич, вы частично уже ответили на тот вопрос, который я планировала задать, но я все равно хотела бы вернуться к этой теме. Всенародное обсуждение проекта Конституции, вынесенного вами на референдум, действительно впечатляет. Но на днях мы с удивлением узнали, что Венецианская комиссия Совета Европы приняла к рассмотрению вариант Конституции, представленный нашими так называемыми «беглыми». Мало того, что в Беларуси о нем никто ничего не слышал, так до недавнего времени единственной стратегией оппозиции был срыв референдума. Вообще, в целом, конечно, вся их деятельность направлена на вред белорусскому народу. Призывы к санкциям, травля журналистов, спортсменов. То есть всеми силами стремятся навредить белорусскому государству, уничтожить страну. Александр Григорьевич, какова, на Ваш взгляд, должна быть реакция государства на такие действия, если даже Зенон Позняк их осуждает? Ну, не совсем понял про Позняка, что Вы хотите ответить? Наташа не понял. Скажите, пожалуйста, ну, мы уже сегодня вспоминали эту личность, правильно? Мы думаем в одном направлении с Зеноном Позняком. Наши действия действительно правильные. Осуждение достойное... В одном направлении мы думаем с Зеноном? В этом направлении. В плане того, что вредят различными способами. В том числе, прекрасный вариант Конституции сегодня рассматривается на различных уровнях. Но нужно было свою создать, непонятно какую, которую никто не знает. Отправить на Вицианскую комиссию и, пожалуйста, вот вам. Ну, видимо, они Конституцию создают там для себя, для беглых. Потому что это чудовищно все. Но причина не в этом. Причина, как у нас в народе говорят, цук-цванг. Проголосуют за изменение народ, диктатор выиграл. Не проголосуют, тоже выиграл. Действительно, так сложилась ситуация. Ну, это такой мерзкий, сиюминутный взгляд. Мы все-таки должны смотреть в будущее. Я сказал, что Конституция, изменения направлены в будущее обращены. Поэтому я все-таки призываю вас поддержать ее. Но лично, 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 хотя не бывает лично Лукашенко и лично народное там, или государственное, или общенародное. Такого не бывает. Если ты настоящий президент, что твое, то это народное все. Или народное это твое, ты за это должен переживать. Я именно так свою политику строю. Поэтому и предлагаем эти изменения на будущее. А сиюминутно, личное, ну вот так и получается. Или изменения, не изменения. Для Лукашенко разницы нет. Поэтому этот вот тезис, что он робит для себя. Ну, это глупость. Это, знаете, рассчитано на какого-то дремучего, дремучего человека, который вообще не погружен в политику. А обсуждение Конституции, диалоговой площадки надо дать вам должное, особенно журналистам, политологам нашим и другим. Вы так страхнули общество, что уже, наверное, каждый человек даже проспал эту жизнь, проснулся и понял, что у нас творится в стране. Поэтому они туда и сюда бегали, там создают какие-то платформы, голос какой-то и прочее. Слушайте, у нас много специалистов, которые эту платформу, голос могут повалить в течение одного часа. И никакая эта платформа работать не будет. Но я им говорю, ребята, не надо валить, вы валите туда наши данные. Что они будут делать? Кстати, что мы сделали на выборах? Это же из выборов уйдет. Я говорю, зачем? Разрушить это, проще всего, умея. Вы туда дайте наши данные. Когда дали, они закрыли этот голос. Поэтому вот от безумства в Венецианскую комиссию занесли какую-то шпаргалку. Вы очень правильно сказали. А что, Венецианская комиссия будет принимать Конституцию? Ну и потом вы просто изучите внимательно, что такое Венецианская комиссия. Кто там в составе? И что они могут порекомендовать? Я не хочу сказать, что там все плохие люди. Но большинство там эти западники. Вы думаете, они нас поддержат? Они будут аплодировать вот той шпаргалке, которую туда отнесли. Но они же умные люди, понимая, что не им надо нести проект альтернативный. А надо было вчера положить на стол президенту и сказать, так, если ты демократ, а не диктатор, давай две Конституции. Это и та. Как когда-то было на референдуме. Помните, мы символы принимали это, это и другие. Все альтернативно вносили предложения. Люди поддержали. Могли бы прийти и предложить мне ту новую Конституцию. Они же этого не сделали. Значит, им не надо было. Они знают результат. Они знают, что их никто не поддержит. Даже если они святую Конституцию белорусам они внесут, белорусы не станут даже рассматривать. Потому что это будет вранье. Это будет болтология. Они никогда не будут проводить ту политику, которую они декларируют. Никогда. Какая суть их политики, я в выступлении сказал. Надо все русское запретить на чемоданы русских. А кто у нас русские, а кто белорусы? И еще разобраться. Мы одной крови. Как тут их вычлить? Всех туда, в России. В общем, развязать гражданскую войну в итоге. Вот их цель. Нам это надо. Нам это не надо. Поэтому они везде мечутся. И вот побежали в Венецианскую комиссию. Если Венецианская комиссия приняла их проект, это смешно. Это значит, они этим самым показывают, что они уже не специалисты. Потому что они сразу должны были с порога им сказать нет. Туда вносите, заключение дадим. Ну пусть дадут, прочитаем. Что там? Я ее не видел, и вы, наверное, тоже. Ну и слава Богу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...